Добрый день! Вас интересует детский храп и как провести его эффективное лечение? Ну на самом деле детский храп только назван детским. Просто причины для его возникновения действительно детские и осложнения, к счастью, тоже детские. Основная причина для детского храпа кроется в верхних дыхательных путях, нарушение их проходимости. И поэтому, когда человек ночью засопел или захрапел, то это может быть связано с тем, что у него просто есть какой-то ренит, фаренгит, назофаренгит, то есть патология верхних дыхательных путей. И вы уже без лор-врача можете самостоятельно поставить этот диагноз. Если вы затянете с лечением, то храп усилится, он станет из периодического явления более частым явлением. И как правило на этом фоне дальнейшее снижение иммунитета проявляется тем, что увеличиваются вланды, а лор-врач скажет, что еще увеличены аденоиды. То есть увеличены лимфатические железы на входе в ваш организм, которые показывают, что иммунитет еще слабее, то есть грязь попадает, стремится попасть в организм больше. Поэтому ваша иммунная система накачивает свои мышцы в виде лимфатических узлов. В дальнейшем еще хуже нарушается проходимость. И осложнение основной детского храпа – это снижение интеллектуальной и умственной способностей, снижение работоспособности, связанной с активным использованием мозга как органа труда. Почему? Потому что давно было известно, что носовое дыхание и мозговое кровообращение не взаимосвязаны. Только нарушилось носовое дыхание, тут же нарушилось мозговое кровообращение. И когда человек храпит во сне, у него мозг не восстанавливается, соответственно вы делаете шаг вперед и два назад, как раньше, помните, была такая интересная статья. То есть вы топчетесь на месте, вы не двигаетесь вперед, вы не развиваетесь. Ну, если вы уже сформированный человек, ну, может быть, знаете, на старом опыте вы куда-то уедете. Если вы ребенок, или у вас есть ребенок, который храпит, то он будет дольше делать уроки, дольше будет высиживать, меньше гулять. То есть это дальнейшее снижение качества жизни, нарушение фактически его нормального образа. Поэтому не лечить детский храп нельзя. Вы должны его лечить либо в кабинете Лорвача, либо можете у меня полечить. Я врач-фитотерапевт, диетолог. То есть знаю, как это сделать быстренько и эффективно. Почему? Потому что все-таки, в конце концов, детский храп, если вы не лечите на уровне ренит, назофарингит, там фарингит, он заканчивается тем, что увеличили действительно аденоиды или гланды. И Лорвач рекомендует вам их удалить. Действительно, это уже такая пограничная ситуация. Почему? Потому что, особенно аденоиды, они искривляют носовую перегородку. И дальше уже без хирургического вмешательства вы просто не обойдетесь. На каком этапе вы захотите пролечить детский храп, зависит от вас. Контакты вы видите, ко мне вы можете уже обратиться.